Мэр потребовал от регионального оператора выстроить верную логистику по вывозу отходов, решить проблемы с персоналом и наладить диалог с населением. Мусор должен вывозиться своевременно. И отвечать на звонки горячей линии должны компетентные люди. Самое главное, жители привыкли к порядку. И поэтому, чтобы даже те телефоны, которые мы заявляем в средствах массовой информации для всех жителей, о том, что эти люди отвечают за то, что можно позвонить и сделать так, чтобы после звонка любого жителя или того, кто обращается к ним, было какое-то решение. Как отметил директор предприятия «Крайжилкомресурс» Валерий Дробот, много вопросов от горожан поступает по поводу раздельного сбора мусора. Эта тема находится под контролем, заверил он. Также мы будем собирать раздельный сбор. Он остается. И со временем парк контейнеров будет сохранен и будет заменен на более лучший, на новый. Но это направление по раздельному сбору, сбору пластиков, конечно же, остается. Люди, которые, жители, много было звонков с просьбой оставить, конечно же, мы оставляем. Потому что раздельный сбор приходит с годами. И то, что началось в Сочи, это делать, это очень хорошо. Сейчас региональный оператор занимается закупкой спецтехники. Обновление парка необходимо, чтобы справиться со всем объемом работ. При том, что объемы постоянно растут. Сейчас «Крайжилкомресурс» проводит кампанию по заключению договоров с юридическими лицами. Эту работу предприятие планирует завершить в ближайшие два месяца. А до 1 июля в планах у подрядчика строительство мусоросортирующей линии на территории бывшего завода ТСМ. Отходы будут не только сортировать, но и компостировать, что значительно уменьшит объемы вывозимого на полигон мусора.